Дайте, пожалуйста, задавайте вопросы. Я уверен, что, надеюсь, что они у вас есть. Смелее. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, брат. А вот прокомментируйте, пожалуйста, вот это вот. Иные опять благовременные проповеди почитают проповедь в церкви, а безвременные вне церкви. Что вы хотели вот этим подчеркнуть? Только это не я подчеркнул, а я просто выделил. Это слова-то принадлежат феофилакту. А тут имеет в виду, что и думает так. Это священники так думают. А тут можно понять так. Такая обстановка. Бывают люди такие враждебные. Не в свое время. У нас нужно смотреть. Такой вариант тоже принимаем. Где-то сказать не надо. А может быть, притчей надо. И притчей даже взяты не из Писания. А потом подвезти. Вот они собирают миссионерские общества. Мне до того это... Еще раз повторяю. Миссионерские общества Бог не создает. Их нету. Его нельзя создать. По два человека рассылают и все. Вот мы ездили. Но у нас благовестника два было и шофер. Но один помогал еще и... У нас подъем был всегда. Ночевали где-то в лесополосах. В два часа ночи мы уже в пути. Так что не во время. Как думает священство. И как мы понимаем это не во время. Где-то надо остановиться. Не бросать перед свиньями жемчуг. Тут надо опыт иметь большой. А я возьму и забуду говорить. Нет, не получится. Сказать-то скажешь, и против тебя же это и обратят. Вопрос очень непростой. Надо совершенно неповинным быть. И заранее знать, что тебя в этом будут они обвинять. Не во время. Начнешь говорить. О, это не во время. Это надо было в другое время. Вот только. А тут уже устали люди. Не во время. Я вот любил занятия в высшем авиационном училище. Когда начинаешь говорить, люди даже не верят. Я пешком прихожу, у меня нет транспорта. А время зимнее. А тут приехали артисты из Москвы. И ставили концерт. Ну, а 475, кажется, которые учатся еще на летное поле. Вот эти кадеты. А они слушать дальше не будут. Вот зашел их учитель, там подполковник, и говорит, сегодня встреча не получится, потому что они устали уже. Я говорю, я такую дать шел пешком. Я все равно должен сказать. Ну, сейчас обед уже будет. Я говорю, да обеда еще 5 минут. Ну, я стал говорить, он заходит. Звонок не один. Проходит час второй, который посланы учителя, и учителя сели сидят. Вот Бог как дает не во время. Во время. Так они после артистов. А я их затронул, артистов этих. Они хорошие артисты, но это все временное. И там даже это засняли, и в фильме показывают. Я говорю, вы герои настоящие, если будете верующие. А нет, будете головорезами. Эти слова там запечатлены у них. Слушаю, давайте. Слушаю, Ксения, давай. Такой вопрос. А что такое просто? Простота? Просто? У него одно понятие? Вообще, побольше скажите об этом. Ну, очень просто. Это притча Христа. Просто. И сложности, которыми сегодня преподают в семинариях, в академиях. Они там такие слова наворачивают. А я говорю, а зачем тебе эти слова говоришь? Ни один человек не понимает. А он думает, блистает знаниями. Ты блистай тем, что Господь сказал. Открыл? Открой это и скажи. Самая короткая притча, кто знает? Самая короткая у Христа была. Какая? Вот мы по ней будем говорить. Сейчас только назовите ее. Три меры муки, доколе не вскисло все. Ну, как она звучит? Никто не знает. Вся притча в одном стихе. Вот подобная закладка, которую женщина взяв положила, в три меры муки, доколе не вскисло все. Вот и все. И просто очень объяснять, в простоте. Услышал, поверил, исполнил. Вот что это означает три меры. Он начинает накручивать такое там. Слова-то эти язык сломаешь. А он учится там, его душу искорежил там, Осипов какой, Дворкина слушает. Надо говорить евангельским языком, чтобы тебя сразу поняли. Ты посланник Божий. Это слово Божие, которое берет душа. Женщина – это душа. И в три меры, вот в три меры в уши поверил. Дошло до сердца. А третий – поверил, исполнил. Третий – вера без дел мертва. Вот это и есть простота. А простоты ни в семинариях, ни в академиях, нигде нет. Они умышленно запутывают человека. Все понятно. Спасибо, Христос, Игорь Тихонович. И еще последний вопрос. Давайте. Можно еще вопрос, да? Да. Вот про ребенка, про своего. Он у меня ходит в маленькую частную школу. И я понимаю, что там тоже бардак в этой частной. Я бы хотела взять на домашнее обучение. Но не будет ли он привязан к моей юбке? Не станет ли он маменькиным сыном? Я вот это боюсь. А не бойтесь. Многие в Москве, которых мы знаем, они учат дома. Но это платить надо. А сегодня у нас вот учитель был свой. Он открытый такой. Я говорю, куда собираешься? В школу. Учитель-то зачем? Учеников портить. Открыто. Портить. С чем они их набивают? А ты когда дома, лишнего слова не будет. А если учатся еще вместе с девчатами, там уже сегодня можно его оттуда вытаскивать. Раньше же было. Из-за девчат. Из-за девчат все это. Да. Они там могут дать пинка мальчишкам. Мальчишки не имеют права им ответить. Учитель не разрешает. Да. За это произобирают. Надо все это хорошенько обдумать. И по программе, которая у них программа эта идет. Так как одна девочка. Она на пятерке на дне училась. А тут приходит, у нее стоит единица. Мать говорит, а что такое? Аня говорит, неправильное стихотворение. Как неправильно? Лампочка Ильича. Какое он имеет отношение к лампочке? Лампочек-то не было. Вторая двойка. Она пошла к учительнице и говорит, а вы ее спрашивали, что выучил это? Давай спросим. Спросили, Света, ты выучила? Выучила. А почему не говоришь стихотворение неправильное? Ну, теперь расскажи, как оно звучит в книжке и почему неправильное? И она сразу пятерку получила. А когда писали сочинение на тему, кто ваш герой? А герои это по обстановке там и кого только не найдут. И Гастелла, и Зоя Космодемьянская. А она пишет, главный герой мой Иисус Христос. В любое время я могу к нему обратиться, а все остальные герои мертвые. Вот как. Ей всего ничего, а уже ее боятся. Сколько таких рассказов есть? Так что тут смотрите, как учить. И учить так, чтобы они крепко в это верили. Не так, что вот я просидела дома, ничего не знаю, они там все знают. И она старается хлебать уже, не ложкой, а из чашки пьет. И она сразу туда, на дно идет. Чаще говорить о суде Божьем, о страхе Божьем, о воскуплении голговской жертвы. Что Бог все знает и видит. И люди, которые слышали и отошли, это самые несчастные люди. И это ребенку все надо вложить. Вот наша мама, она не считать ничего не могла. О чем я говорю, это она говорила. Нельзя в пионеры, и мы нигде не участвовали. Но Евангелия не было, ничего не знали. Мать говорила о грехе, вот это нельзя делать, вот это нельзя. И Господь нас спас. Ну все. Игнат Тихонович, я этот рассказ скинул в чат. Один из рассказов, то что там в школе у мальчика был герой Иисус Христос. И как его это набили? Я в чат скинул. Ну вот так, ведь и как вовремя. Иисус Христос. Еще вопросы, братья, пожалуйста. Давайте. Ничего нету. Игнат Тихонович, тогда назначайте тогда. Хорошо. Хорошо. Я буду сейчас спрашивать, которые есть, вот они или нету их. Вот так я знаю. Ну что, пускай помолится Антоний Ермолин. Здесь, ну вот, пропоют и сразу начинайте своими словами. В конце поставьте Святую Троицу и громко скажите Аминь. Войне Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть такого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величает. Да, видит Господь, только написал молитву Святую. Да будет Господи, Воля Твоя Святая, и подай милость всем нам с Отцом нашим духовным Игнатием увидеть, во-первых, книги новые о поведении во Святой, во Святой Библии. Во-вторых, увидеть плоды Духа Святаго на учениках Его после крещения истинного. А в-третьих, нам, верным Богу услышать проповеди нового, учительные и богословенные и богоременные. Спаси Христос, слава Сури Сыну и Святому Духу и Монии и Песна и Вовеки и Веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спасибо. Продолжение следует...